Девушки отдыхают Екатерина Сметанина. Нет, 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 не доктор. Ну ладно, сейчас мы про профилактику будем говорить. Заведующая отделением профилактики Центра СПИД, инфекционной клинической больницы. Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Да, вы так покачали головой, я почему-то была уверена в том, что все люди, которые работают в больницах, они так или иначе к медицине отношения имеют прямое. Ну, безусловно, мы имеем отношение к медицине, но иногда для того, чтобы перевести речь врача в профилактическую речь, совершенно не обязательно быть именно врачом. Понятно. Спасибо большое. Мы сегодня продолжаем серию наших эфиров, таких информационно-просветительских программ, которые связаны с темой ВИЧ. И сегодня будем говорить о том, как жить с диагнозом. Установка диагноза, жизнь до и после, открытие статуса близким, ответственность, профессиональные и личные перспективы. То есть вот эти все вещи, эти непростые вопросы, я бы сказала, да, мы сегодня будем обсуждать. Номер телефона для слушателей 211-101. Если вы готовы задавать вопросы голосом, пожалуйста, пользуйтесь. Если вы готовы писать к вашим услугам мессенджеры, всевозможные, WhatsApp, Viber, 909-720-101-0, телефон, можно написать туда, либо отправить смс. Ну, по старинке, да. Так, я прошу прощения, что-то у меня действительно сегодня с голосом. Я думаю, что в момент эфира мы, конечно же, там разговоримся, и все будет хорошо. Ну, начнем, наверное, все-таки с самого первого, да, там пункта, с самого первого, самой первой ситуации, которая происходит в жизни человека, которому внезапно или, может быть, ожидаемо поставили диагноз, диагноз ВИЧ, обычно сообщение диагноза проходит как, Екатерина Сергеевна? Сообщение диагноза, как правило, происходит в присутствии врача. То есть врач, врач центра, СПИД, чаще всего сообщает человеку о том, что у него положительный результат на ВИЧ, на антитилак ВИЧ, после чего проходит углубленное обследование, и по результатам уже клинических, эпидемиологических, лабораторных данных человеку устанавливается диагноз, и дальше происходит выявление количества вируса в организме, вирусная нагрузка, уточняется состояние иммунитета, и, конечно, вот после этого только уже с человеком говорят о том, что это диагноз, что это требует лечения, и вся стратегия дальнейшего контроля заболевания с человеком обсуждается врачами, психологами, специалистами по социальной работе. Сколько времени обычно проходит от первого положительного теста и до того, как человек начинает терапию? Это зависит от того, как быстро человек к нам явится. То есть если человек, например, получив первый положительный результат вне нашего центра, идет к нам месяц, то, соответственно, сроки удлиняются. А так это достаточно быстро, углубленное обследование может быть проведено в течение недели, и после этого сразу же назначено лечение. Сегодня лечение назначается всем, у кого выявлены ВИЧ-инфекции, кто готов начать принимать терапию. Насколько часто люди вообще, узнав диагноз, исчезают? И какая-то работа с ними ведется, пытаются назад их привлечь? К сожалению, люди, которые убегают от наблюдения от медицинского, от врачей, встречаются. И чаще всего это бывает, когда люди не верят в диагноз, то есть не считают нужным лечиться. И тут ведь есть нюансы. Ну вот представьте, человек чувствовал себя хорошо, жил своей обычной какой-то жизнью, и, например, при профилактическом осмотре, при обращении за какой-то другой медицинской помощью, ему говорят, что у него ВИЧ-инфекция. Человек что делает? Он пугается. Что происходит? Как? Откуда? Он начинает искать связи, контакты, как он мог заразиться. И на фоне всего этого он понимает, что, в общем-то, с его состоянием здоровья ничего пока не происходит. Длительное время заболевание бессимптомно протекает. И через какое-то время люди, которые не могут свыкнуться с тем, что им нужно обследование, лечение, наблюдение, приходят к выводу, что если я чувствую себя хорошо, то никакие врачи, таблетки мне не нужны, и я буду жить как жил. И действительно скрываются от медицинского наблюдения, меняют номера телефонов, адреса сейчас тоже достаточно легко меняются. И найти таких людей бывает очень сложно. Много ли таких случаев? А стоит ли вообще такая задача искать вот этих именей? Стоять-то она, конечно, стоит. Но как? То есть встает вопрос, как? Как найти человека, который буквально в смысле скрывается? Мы все-таки не органы. Я правильно понимаю, что нет возможности, например, у медиков обратиться в органы полиции, потому что человек, ведь он не нарушил ничего вроде бы. Это его здоровье. Действительно, человек ничего не нарушил. Он имеет право отказаться от медицинского наблюдения. Те, кто ответственно подходит к этому вопросу, они просто пишут официальный отказ от медицинского наблюдения. Но есть те, кто просто исчезает из поля зрения, переезжает в другие города, и у нас нет повода для обращения в органы полиции, в какие-то другие органы, для получения других персональных данных о месте положения человека. Тем более, что даже в этом случае адрес регистрации может не совпадать с фактическим местом проживания. И такого человека может не быть в социальных сетях, где мы, в общем-то, и не имеем особо возможности искать человека. То есть для нас эти люди практически закрыты, исчезнувшие. И, к сожалению, чаще всего это бывает связано с тем, что перед тем, как брать тест на ВИЧ, человеку не объяснили, зачем берут, для чего берут, какие последствия, не снизили уровень страха перед результатом, не объяснили дальнейшие действия, которые могут быть, если у него, например, высокий риск заболевания. Поэтому вопросы до тестового консультирования, особенно на местах, они вот здесь очень важные. А такое вообще бывает? Ну, где-то такие консультации проводят? Вообще, по закону, при обследовании на ВИЧ с человеком специалист, который назначает это обследование, должен обязательно поговорить. Это и право пациента, и обязанность медицинского работника провести так называемое дотестовое консультирование. Оно является базовой отправной точкой для того, чтобы человек понимал и свои риски, и возможные результаты тестирования, и порядок дальнейшего действия. Ведь в случае, когда человек сдал тест на ВИЧ, например, в каком-то там центре, да, вне спидцентра, и пропал, не получив результата совсем, они тоже бывают. Как искать человека, который сдал тест, не пришел за результатами, а результат, например, положительный. Такие люди, к сожалению, они могут выявиться через 3-4 года уже в запущенной... Когда симптомы пошли, да? Да, да, да. Когда они попадают в больницу, когда симптомы появляются, когда заболевание в продвинутой стадии, когда уже достаточно сложно бывает помочь человеку. И вот это вот как раз недостаток времени для общения пациента и врача именно на этапе до сдачи теста на ВИЧ. Ну и потом не надо забывать, что Екатерина Сергеевна же об этом говорила уже, да, что есть люди, которые сдают тест на ВИЧ, но в дежурном, что называется, порядке. Кто-то там идет оперативное вмешательство какое-то, да, кто-то еще зачем-то сдает. Ну, часто сдают кровь на ВИЧ. Раз в год обычно все равно где-то кто-то сдает. Вот я, собственно, поэтому и спросила, потому что я, например, сдавала как раз перед оперативным вмешательством, и, конечно, никаких консультаций никто не проводил. Ну, там со мной как-то один список анализов, а речь здесь идет, видимо, о людях, которые все-таки прицельно пошли узнать свой ВИЧ-статус. Вообще, на самом деле, без разницы. Всегда, да. То есть обследование на ВИЧ носит статус освидетельствования. А освидетельствование – это процедура, на которую ты соглашаешься, которая имеет юридические последствия. Поэтому дотестовое консультирование должно быть. Вот если вы сдавали тест на ВИЧ, вы наверняка подписывали согласие. Вот, скажем так, вся форма согласия – это краткий вариант консультирования. То есть если вы прочитаете согласие, которое подписываете, вы увидите, что там есть и про пути передачи, и про профилактику, и контактные телефоны, и куда обращаться, и что делать. Если вам такой экземпляр на руки выдали, то вы, по крайней мере, имеете краткую инструкцию дальнейшего действия. Как действовать. Да, как действовать, что делать дальше. Ну вот эта история с тем, что люди скрываются, убегают там, да, и не дают о себе знать медикам, она ведь не просто так, да, происходит. Это связано, наверное, со страхами какими-то. Ну, во-первых, это понятно, что социальные какие-то страхи, да. Безусловно. То есть у человека есть определенное положение в обществе, какое бы там, ну, не было оно, да. Ему сейчас каким-то образом надо будет предпринимать шаги, уведомлять об этом диагнозе близких, да, это раз. Вторая история надо будет или не надо будет, вот сейчас будем разбираться, наверное, рассказать об этом коллегам по работе. В-третьих, это история с тем, что нужны будут какие-то дополнительные действия и дополнительное время на те самые обследования, о которых говорит Екатерина Сергеевна Четвертая. Это история, связанная с тем, что, ну, тебе сейчас надо вот просто выяснить, что с тобой будет происходить. И люди, которые получают такой диагноз, я думаю, что сразу же идут в интернет и начинают читать, и не всегда та информация, которую они в интернете могут найти, она соответствует действительности и там не пугает их. Есть ли какие-то ресурсы, вот проверенные ресурсы, на которых можно узнать это? Может быть, группы какие-то в социальных сетях, где общаются люди с поставленным диагнозом? Безусловно, такие ресурсы есть. Это форумы, это сайты общественных организаций, оказывающих поддержку, это телефоны горячих линий, регионов разных. Человек обычно не обращается в своем регионе, а вот мы тоже имеем возможность консультировать дистанционно. У нас есть сайт, у нас там есть рубрика «Вопрос-ответ», у нас есть возможность отвечать по телефону. Крайне редко к нам обращаются жители Кировской области с вопросами, то есть чаще всего за поддержкой к нам в Кировский центр СПИД дистанционно обращаются люди из других регионов. Точно так же и кировчане, возможно, ищут поддержки там, где их точно никто не знает, никто не узнает их по голосу, не догадается, что они там звонят из Кирова, не отследят телефон, там что-то, что-то, что-то. Безусловно, такие ресурсы есть. Важно понимать, что этот ресурс должен быть либо государственным, то есть чтобы там была достоверная информация, либо это должна быть общественная организация, которая работает в сфере ВИЧ. То есть, например, есть различные общественные организации в разных регионах, которые прямо специализируются на помощи людям, живущим с ВИЧ. И посмотреть, кто эти консультанты, кто люди, которые общаются на форуме, насколько давно существует этот ресурс, насколько открыта или закрыта информация. Ведь регистрация на форуме – это всегда предоставление каких-то персональных данных. То есть, насколько человек готов зарегистрироваться, вступить, пообщаться. То есть, если всё это удовлетворяет человеку, он может общаться на самых разных форумах. Есть закрытые группы, но туда, как правило, попадают люди, уже живущие с ВИЧ, по рекомендации других людей, живущих с ВИЧ, которые уже состоят в этой группе. То есть, такая система контроля, чтобы случайный человек не попал. Это очень важно. Мы тоже в Кирове используем такую. У нас есть группа, где мы чётко устанавливаем правила, что либо человек должен прийти в научную встречу, у нас есть группа взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ, либо его должен привести в группу тот человек, который его знает и, в общем-то, ручается за то, что второй человек будет соблюдать и условия конфиденциальности, и уважения, и так далее. Вот вопрос открытия статуса близким. Когда люди обычно принимают это решение, консультируются ли они с психологом? Потому что такие диагнозы, как, например, онкологические, это тоже иногда бывает сложнее вымести родственникам, чем самому с этим жить. О любом серьёзном заболевании, родным как-то вот не знаешь, как сообщить, не всегда получается. У нас, к сожалению, далеко не все доходят до консультации психолога, потому что если это идёт речь о мужа или о жене, то есть о половом партнёре, у которого был высокий риск заразиться, то сообщение происходит за достаточно короткий период, когда человек просто ещё не готов делиться с кем-то и кого-то спрашивать, как себя вести, каких-то советов искать. А в этой ситуации сам человек с диагнозом должен партнёра своего уведомить о наличии положительного теста? Или это медики делают с его согласием? Как это происходит обычно? Это могут быть оба варианта. Первый вариант, когда человек сам сообщает и приводит своего партнёра на обследование. Иногда он не сообщает, а просто говорит партнёру о том, что вот я проверился, давай ты тоже проверишься, и уже после результата врачи объясняют, что, где. То есть это же дотестовое консультирование, это же объяснение рисков и так далее. И второй вариант, чаще всего это бывает у несемейных пар, когда просто даются врачу контактные данные, и врач звонит и приглашает этого человека на обследование на ВИЧ-инфекцию, не упоминая, откуда эти контактные данные и с кем в контакте был человек, то есть, скажем так, по контакту с кем ему предлагают обследоваться. А, это вот история как раз та самая, о которой я хотела сказать, когда нет постоянного партнёра, но есть какие-то люди, с которыми ты вступал в близкие отношения, например, на протяжении полугода, да, примерно, и вот этих людей просто надо каким-то образом уведать. Да, наши врачи-эпидемиологи, это вот их достаточно сложная задача, в этом случае берут контактные телефоны, номера и звонят, и очень аккуратно, очень бережно стараются пригласить человека, объяснив всю важность скорейшего прихода к нам и проведения обследования теста на ВИЧ. А вот эта история с уведомлением, она обязательно всё-таки для пациента с диагнозом? Вообще, если мы говорим о распространении заболевания, здоровье близких людей, безусловно, и по закону, конечно, человек должен предупреждать своих половых партнёров о том, что у него есть потенциальный риск передать вирус этим людям. Поэтому, когда речь идёт о половых партнёрах, безусловно, это очень важная составляющая. А вот если риска нет, например, сын, дочь сообщают родителям, да, или планируют сообщить родителям, вот здесь вот обязательности раскрытия диагноза не существует. Коллеги, вот то, что Аня упоминала, здесь есть какие-то обязанности? Надо ли сообщать на работе, например, о том, что у тебя положительно работодательный статус? Нет, ВИЧ-инфекция никак не влияет на выполнение функций трудовых человека, поэтому сообщать работодателю это личное дело человека, сказать или нет. И работодатель, в общем-то, не имеет права требовать, то есть если это не прописано в отдельных документах, предъявляемых требований к профессии по состоянию здоровья, то работодатель не имеет права требовать с человека тест на ВИЧ, то есть результаты тестирования. Ещё такая история, ну вот много, конечно, вокруг ВИЧ-заблуждений, да, истории ходят, это по поводу всё-таки жизни ВИЧ-инфицированного в семье, то есть мы сказали, что там дети родителям, например, не должны в обязательном порядке сообщать о диагнозе, но вот все эти заблуждения из разряда отдельная кружка, отдельная ложка, отдельный нож, отдельная комната, бельё стираем отдельно и прочее, это заблуждение всё. Безусловно, это заблуждение, но это страхи, это страхи, что как-то, каким-то образом, при бытовом контакте, возможно, каким-нибудь там, не знаю, фантастическим способом вирус прыгнет там на посуду, на постель, откуда-то он выскочит, захватит, поразит, это страхи. Они не имеют под собой никаких рациональных объяснений, потому что вирус передаётся при контакте с кровью, при контакте с половыми секретами мужчины и женщины. Ну, в случае от мать-ребёнок, это беременность, роды, грудное вскармливание. То есть, если это взрослые люди, это либо кровь, либо половые секреты. Бытовым путём заражения не происходит. И в том числе мы видим это на примере дискордантных пар, где рождаются дети, где люди живут, растят детей, не проходит передача вируса вот просто так. Не происходит она, потому что ВИЧ-инфицированный человек, во-первых, может принимать препараты для того, чтобы количество вирусов в крови было очень маленькое. Во-вторых, есть какие-то элементарные действия при работе с кровью, если ты порезался. Люди используют презерватив, чтобы не заразиться половым путём. Поэтому, в общем-то, в быту вирус просто так не передаётся. А если есть какие-то ситуации резко, то и родственники, и люди, живущие с ВИЧ, хорошо проинформированы бывают о том, что и как делать, чтобы вирус не передался дальше. Ну, то есть, вот история, вы говорите про передачу с кровью, например, история пользования одними маникюрными ножницами в семье в таком случае, наверное, всё-таки не совсем желательно. Или это тоже заблуждение? Ну, смотрите, вопрос ведь не пользования маникюрных ножниц, а вопрос тогда уже... Порезался, не порезался. Да, порезался, не порезался и обработки. Вообще, конечно, предметы гигиены всегда должны быть индивидуальными. У любого человека. У любого человека, независимо от ВИЧ-статуса. Вообще, с кровью передаётся порядка 30 гемоконтактных инфекций. ВИЧ-инфекция – это далеко не единственное заболевание, которое, в общем-то, может сохраниться на маникюрных ножницах. Предметы личной гигиены должны быть индивидуальны. Так же, как зубная щётка. Да. Через зубную щётку не передаётся, в слюне ВИЧ нет, но она должна быть индивидуальной. Так, Даша, мне показалось, что… Да, у меня просто был какой-то вопрос, но я заслушалась и забыла, что хотела спросить. Да, мы заговорили просто о дискордантных парах. Это пары, в которых у одного из партнёров есть ВИЧ-статуса, а у другого партнёра нет. И вы сказали про рождение детей и про то, что воспитывают детей. И это вот тоже большой страх человека, который получает диагноз, как я буду создавать семью раз, и могу ли я стать родителем два. Да. Как это происходит? Создание семьи происходит таким же путём, как у всех. Как у всех, да. Здесь вопрос стоит больше о раскрытии. О раскрытии диагноза, о раскрытии статуса. И, безусловно, не у всех людей, живущих с ВИЧ, хватает смелости завести отношения с партнёром, чей ВИЧ-статус отрицательный. И всё это упирается в то, что ты же никогда не знаешь, как к тебе отнесутся. Не отвергнут ли тебя именно не как человека, а как ВИЧ-инфицированного человека. Поэтому дискордантных пар у нас не так много, но это явление самое обычное. Они могут заводить детей, как все, рожать детей здоровых, независимо от того, кто в паре инфицирован, растить этих детей. И, в общем-то, здесь есть определённые трудности с приёмом препаратов, с мерами профилактики при зачатии, в зависимости от того, кто в паре инфицирован. Но эти все трудности преодолимы. Врачи консультируют, объясняют, рассказывают, сопровождают, помогают, назначают препараты, объясняют, как вести себя в тех или иных ситуациях. И, в общем-то, никаких особых сверхнепреодолимых трудностей здесь не существует. В таких парах регулярно рождаются дети. Дети бывают здоровые, если все меры приняты своевременно и правильно. Поэтому здесь больше всё-таки вопрос об отношении общества. То есть больше социальная проблема, чем медицинская. Да. С медицинской точки зрения как бы есть совершенно чёткие алгоритмы, как сделать так, чтобы вирус не передался половому партнёру. Поэтому в основном вопросы социального характера – это страх, как перед любой другой болезнью. Ну, со страхом понятно, да? А насколько вообще сильную роль, я не знаю, в Кировской области или вообще в принципе в России ведётся ли тоже какая-то статистика, играют вот ВИЧ-диссиденты, да, те, кто отрицают вообще сам факт существования заболевания? Безусловно, люди такие есть. На сегодняшний день приняты меры для того, чтобы эта информация, лжеинформация не распространялась в СМИ и в социальных сетях, не была вообще доступна. Потому что, к сожалению, люди, отрицающие существование вируса, в своё время очень активно влияли на тех, кто не хотел принимать свой ВИЧ-статус и искал совершенно другие поводы и причины лечения там своего недомогания, заболеваний других, да, что приводило, к сожалению, к гибели. В том числе были случаи гибели детей, когда родители отрицали свой ВИЧ-статус, ВИЧ-статус ребёнка. Поэтому сегодня эта информация изъята как лженаучная. Безусловно, это так. Но никто не мешает человеку, который уже верит в отсутствие вируса, не заботиться о своём здоровье и, в общем-то, нарушать закон, не сообщая о своём ВИЧ-статусе, например, половым партнёрам. С другой стороны, да. Вот тут это важный момент, да, то есть есть ответственность за несообщение информации, за передачу, да, вот этой вирусной разрушки. Даже за то, что человек поставит в риск, в ситуацию риска другого человека, которого может заразить. Безусловно, ответственность есть. Но эту ответственность бывает достаточно сложно доказать. Потому что, ну, давайте просто представим себе ситуацию, познакомились мужчина и женщина, один из них инфицирован. И знает об этом. И знает об этом, или не верит, например, да. И второй человек, который вот ничего не подозревает. У нас культура интересоваться ВИЧ-статусом полового партнёра очень низкая. Один из партнёров инфицирован, второй не задаёт этого вопроса. У них, допустим, секс без презерватива. Риск заражения, допустим, существует. Что происходит дальше? Разбежались. Разбежались. Проходит время. Партнёр узнаёт, что у него, например, ВИЧ-инфекция. Указывает, с кем был в контакте. Выявляется, от кого он мог заразиться. И вот уже есть диагноз. Уже необходимо лечиться. Пойдёт ли он подавать, вообще отстаивать свои права, то есть подавать заявление на то, что его заразили? Я подозреваю, что в очень редких случаях. Это вообще исключительно редкие случаи, потому что даже если человек решится, то в скором времени он понимает, что это надо неоднократно рассказывать историю знакомства, вступление в этот контакт. То есть ситуация заражения будет много раз воспроизводиться в разных условиях для разных людей, когда нужно будет доказать, что именно в этой ситуации, именно от этого человека, именно этим типом вируса произошло заражение и так далее. Это морально сложно. То есть нет такого, что ты просто сообщаешь фамилию человека, да, и всё. Нет. Это ведь надо доказать. Понятно. Нам нужно прерваться на полторы минуты. И мы вернёмся с Екатериной Сметаниной. Разговор продолжим. Екатерина Сметанина в нашей студии, заведующая отделением профилактики Центра СПИД, инфекционной клинической больницы. Сегодня продолжаем серию наших просветительских программ о том, как жить с диагнозом ВИЧ, как действовать в случае, если тебе поставили этот диагноз, что делать, если этот диагноз у кого-то из твоих родственников вдруг, ну, не дай бог, оказался, да. Мы на жизни в семье, вот в прошлой, до перерыва сосредоточились. То есть я бы всё-таки хотела попросить рассказать ещё о том, как человеку жить в обычной там социальной обстановке. То есть, ну, вот есть его дом, его семья, да, мы поговорили о том, что диагноз не является препятствием к тому, чтобы появлялись в этой семье дети. Не очень понятно, конечно, как быть с людьми, которые пока не создали семью, да, то есть если это случайный партнёр, но там всё равно иные немножко способы. А вот здесь человек, если мы возьмём социально адаптированного человека, это человек в семье, но помимо семьи у него есть работа. Мы уже проговорили, что работодателю говорить не обязательно об этом диагнозе. Он не имеет права требовать с вас справку с результатами теста на ВИЧ. Но, тем не менее, нужно ли предпринимать человека, который работает, какие-то шаги, чтобы обезопасить коллег по работе, например, как-то. Нужно ли ему менять свою работу? Есть ли те сферы деятельности, где человек с ВИЧ-диагнозом положительным не может работать? Ну, здесь прежде всего играет роль состояние здоровья человека. Но, безусловно, ВИЧ-инфицированным людям не рекомендуются те виды работ, где есть контакты с биологическими жидкостями. То есть, например, с кровью. Если мы говорим о враче-хирурге, враче-анестезиологе, ренематологе, и поцедурной медсестре, безусловно, эти профессии не рекомендуются. Человек с ВИЧ-инфекцией по состоянию здоровья не будет принят на работу в структуры, которые военные. То есть, военные структуры, полувоенные структуры. Там идет медицинская комиссия. ВИЧ-инфекция в большинстве случаев будет являться противопоказанием для такой службы. А в остальных случаях никаких противопоказаний не существует. А по поводу мер безопасности, здесь только вопросы с кровью. То есть, если человек поранился, он убирает свою кровь, чтобы никто не имел с ней контакта. Если это не приезд бригады скорой медицинской помощи, которая, в принципе, выполняет все по инструкции, то никаких других особых каких-то задач перед человеком нет. В быту ВИЧ не передается. Это не передается ни при кашле, ни при чихании, ни при рукопожатии, ни при пользовании какими-то общими предметами. Кружка, ложка. Кружка, ложка, канцелярские товары. То есть, в общем-то, у каждого из нас, кто сейчас живет, работает, есть какое-то там свое заболевание, которому он не считает нужным каждый день рассказывать и вообще брать во внимание. Вот здесь то же самое. У тебя, у организма твоего, у тебя есть маленькая тайная особенность. Ты контролируешь это заболевание. Это твоя личная ответственность. Это твое общение с врачом. Это твой прием таблеток регулярно. Но это совершенно никакого отношения не имеет к выполнению твоих профессиональных обязанностей. А все остальное по состоянию здоровья. То есть, если заболевание запущено, если у тебя достаточно серьезно ослаблен иммунитет, но при этом ты уже не можешь, например, по 8 часов работать на улице, то, безусловно, тебе стоит подумать самому о том, что ты можешь изменить, как ты можешь поменять работу. Это не значит, что ты не можешь. Это если ты по состоянию, по самоощущению не можешь, то тогда ты идешь ее менять. То есть, эти противопоказания, они такие же точно, как у любого другого человека с иным каким-то, например, ядом. Безусловно, да. У кого больное сердце, у кого там частые простуды, все что угодно. Да, точно так же. Когда мы говорим о вещах, мы забываем главное. Это заболевание хроническое, оно поддается лечению. То есть, его можно контролировать. Оно не выбивается из ряда большинства других заболеваний, кроме того, что вокруг него очень много социальных страхов и мифов. Прямо вот красной лентой всего этого проходит как раз то, что мы боимся ВИЧ-инфекции, потому что когда-то ее назвали абсолютно смертельным, неизлечимым заболеванием. Чумой XX века, по-моему, называли. Да, было такое. Насколько вообще за последние, не знаю, десятилетия улучшилось качество жизни ВИЧ-инфицированных? Оно значительно улучшилось. У нас сейчас, во-первых, доступно лечение, которое позволяет остановить развитие заболевания. И качество и продолжительность жизни у человека, который живет с ВИЧ-инфекцией, оно не отличается от человека, который живет без ВИЧ-инфекции. Но это имеет смысл в основном в тех случаях, когда вовремя оно начато. Вот я хотела спросить, имеет ли значение, когда ты обращаешься к врачу, то есть на ранней стадии, когда еще нет никаких симптомов? Конечно, имеет. Давайте вот просто пример небольшой. Вирус разрушает иммунную систему. Примерно 5-7 лет иммунная система сопротивляется вирусу, поддерживает достаточно нормальный уровень клеток иммунитета, чтобы человек чувствовал себя хорошо. После этого иммунная система начинает ослабевать. Когда лучше начать лечение? Когда иммунная система работает хорошо, и тогда вирус будет подавлен, и она и дальше будет работать хорошо. Или когда она уже значительно ослаблена, и ресурсов для ее восстановления осталось очень мало? Конечно, в первом случае. Поэтому мы всегда говорим о том, что не бойтесь давать тест на ВИЧ. Если мы вовремя выявим заболевание, его можно остановить. Да, вирус останется в организме, но качество и продолжительность жизни будут зависеть именно от того, когда будет выявлено заболевание. Сегодня, к сожалению, очень и очень часто мы выявляем ВИЧ-инфекцию на таких поздних стадиях, когда человеку помочь просто невозможно, когда иммунитет полностью разрушен, и даже при начале лечения человек может погибнуть в течение 1-3, реже 5 лет. Это прям часто происходит? Чаще, чем в начале заболевания? Ну, сейчас... Первые вот эти 5-7 лет. Ведется вообще какая-то статистика? Статистика, безусловно, ведется, и довольно часто. Почти треть случаев может приходиться на такие стадии заболевания. Ну, в зависимости от года года цифра меняется, но все-таки эта цифра достаточно высока. Это по Кирову мы говорим, да? Да, по нашему области. По нашему региону мы приводим примеры. Ну, и еще есть такая важная тоже история. Это история, связанная с, не знаю, там, каким-то отношением к себе, к своему здоровью с точки зрения там профилактики и поддержки организма. Надо ли что-то менять в своей жизни? Ну, помимо того, что ты принимаешь препараты, да, и наблюдаешься у врача, есть ли какие-то ограничения по еде, там, по видам активности какой-то, если ты спортом занимаешься, не знаю, там, по видам отдыха. То есть, ну, бывает заболевания, при которых не рекомендовано, например, ездить в жаркие страны, да, бывает такое даже после лечения. Здесь изменение образа жизни отлично укладывается в понятие здоровый образ жизни. То есть ничего выходящего за пределы здорового образа жизни, который, в общем-то, рекомендован всем людям, мы от людей, у которых остановлен диагноз ВИЧ-инфекция, не требуем. То есть это сбалансированное питание, активный спорт, то есть физическая активность достаточная, достаточный отдых, отсутствие стрессов, ну, отсутствие вредных привычек, безусловно, да, потому что нам нужно сохранить иммунитет, одеваться по погоде, соблюдать личную гигиену. Каких-то исключительных ограничений здесь не вводится. И по питанию тоже нет ничего, там какие-то продукты, от которых следует отказаться. Ну, вот кроме тех, от которых и так следует отказаться, вредные какие-то, да? Ну, в некоторых случаях есть ограничения в связи с приёмом препаратов, но это буквально один-два нечасто используемых в еде продукта, которые, в общем-то, никак не влияют на качество питания. А так, безусловно, ограничения жирного, жареного, острого, то, что нам, в общем-то, и так диетологи не будут рекомендовать. Что не рекомендовано всем. Мне кажется, можно так даже здоровее стать, чем те, кто находит в себе ресурсы принять это заболевание, относиться к нему, ну, вот просто как именно, как к одному из заболеваний, действительно приходят к здоровому образу жизни, меняют стиль, образ жизни, меняют отношение к жизни. И, в общем-то, им это заболевание не мешает. Если, Аня, у тебя нет вопросов, мне хотелось бы чуть-чуть. Нет, ты же давай, я просто погрузилась немножко в документ, который себе распечатала. До перерыва уже затрагивали темы по поводу того, чтобы завести ребёнка, как вообще принимается это решение, на что опираются медики, то есть вирусная нагрузка или как вообще, когда пар может понять, что риск минимальный. Паре надо до момента зачатия всё-таки побывать у врача или это происходит чаще всего после? Происходит и так, и так, но рекомендация всё-таки проконсультироваться с врачом до зачатия, потому что количество клеток иммунитета, то есть состояние иммунной системы, вирусная нагрузка, если, например, пара ещё не начала принимать лечение, они, безусловно, будут иметь значение в зачатии, в протекающей беременности. До начала лечения мы не рекомендуем. В общем-то, ребёнка зачинать всё-таки важно очень понимать, что иммунитет матери на все 9 месяцев должен быть сохранен, иначе вынашивание будет достаточно сложным процессом. Следующий момент. Количество вируса в организме женщины должно быть минимальным, то есть вирусная нагрузка неопределяема. Это когда вируса в крови настолько мало, что самые чувствительные системы не могут уявить, подсчитать количество вируса, а это бывает только на фоне приёма препаратов. Поэтому ВИЧ-инфицированным парам или парам, где есть ВИЧ-инфицированный партнёр, очень важно ещё до момента того, как они запланировали зачатие, обратиться к врачу, пройти обследование, проконсультироваться по способу зачатия, в зависимости от того, кто в паре инфицирован. И тогда уже принимать решение и переходить к делу. Если пара или партнёр, кто из пары ВИЧ-инфицирован, проходит терапию, и то есть вирусная нагрузка минимальная, вот статистически какая вероятность, что ребёнок будет здоров? Риск передачи вируса в этом случае составляет 1-2%. То есть оно прям минимальное? Минимальное. Мы не можем на 100% сказать, что точно. Нет, не будет. То есть риски мы всё равно оставляем, но это 1-2%. А за ребёнком, то есть ему делают тесты, потом уже не проверяют или это тоже длительная какая-то процедура, сколько это ведётся наблюдением потом? За ребёнком может вестись наблюдение до полутора лет. То есть там есть антитела к вирусу, они, как правило, если мать инфицирована, это материнские антитела. Женщина отказывается от грудного вскармливания, за ребёнком наблюдают. Но, как правило, уже в первые 6 месяцев при достаточно точной диагностике можно сказать, что у ребёнка ВИЧ исключён. Спасибо большое. Екатерина Сметанина, заведующая отделением профилактики Центра СПИД инфекционной клинической больницы, была сегодня в нашей студии. Через 2 недели мы встретимся вновь и уже поговорим о том, как осуществляется лечение, какие препараты должен человек с диагнозом самых выкупатель. Тут государство немножко помогает. Спасибо. До встречи в следующий раз. До свидания. До свидания.